На обновленной аллее под звуки оркестра Роза Карелина сразу пустилась в пляс. Она трудовик со стажем, 40 лет работает на заводе «Прогресс». Говорит, красивейшее место для прогулок, неподалеку от дома – лучший подарок жителям. Мы счастливы, потому что наш труд был оценен, и сейчас вот это подтверждается. Мечтаю здесь, когда наладилось уже, дорога хорошая, бегать, туры заниматься, язной будем обязательно. В этом году на проспекте юных пионеров к 70-летию Победы установили триумфальную арку. Она стала символом трудового и ратного подвига жителей Куйбышева. Именно с нее и началось комплексное благоустройство аллеи трудовой славы. Глава Самары Олег Фурсов лично контролировал ход работ. Эта территория является одной из знаковых точек нашего города. И крайне важно, чтобы эта точка имела соответствующий вид, привлекательность и напоминала людям о том вкладе, которые внесли трудовые коллективы Самары, победу как в Великой Отечественной войне, так и в развитии нашего города в послевоенный период. Аллея трудовой славы появилась в городе в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне. Работники самарских заводов создали ее своими силами. Бульвар на безымянке длиной почти в 2 километра соединяет парки молодежный и металлургов. Впервые почти за 30 лет он преобразился до неузнаваемости. Асфальт заменили на тротуарную плитку, установили уличное освещение, разбили клумбы. Главное украшение аллеи – стенды и стелы, посвященные предприятиям, которые были эвакуированы в Куйбышев. Приводить памятники в порядок помогали заводы. Представители заводов изучали архивные материалы тех времен, обновление каких-то существующих мемориальных сооружений. Это возможность поднять боевой дух коллектива, вспомнить традиции, которые были на предприятии в годы войны. На многих предприятиях сохраняются в настоящее время. Это дань памяти тем, кто ковал и участвовал в победе. То, что это сегодня одно из любимейших мест жителей Безымянки, наверное, это бесспорно всем. Обновление аллеи трудовой славы еще продолжается. Осталось отремонтировать небольшой участок около парка металлургов. Следующим летом здесь планируют установить малые архитектурные формы. Мне аллея трудовой славы нравилась всегда, но если сравнивать, какой она была, то есть хотя бы 10 лет назад, то есть огромная разница. На трудовом празднике наградили руководители предприятий, а для всех желающих провели экскурсию, посвященную истории самарских заводов. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. Алина Чемерис, Станислав Левин, События.